почему некоторые не исцеляются моя дочка умерла прямо там на столе в госпитале как я скажу своей жене что мы потеряли наш нашу первого ребенка о нет 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 они я не было и не было и не больной ты больной интересно как вы справляетесь с лгбт он такой открытый такой очень голубой рассказать ты когда-нибудь разговаривал с бесом много раз ее хотели вообще психушку сдать но родители хотели с ней работать они реально привязали ноги и руки к постели и он и она такая welcome to los angeles всем привет дорогие мои с вами как всегда же смелиховская сегодня я нахожусь городе лос-анджелеса в гостях у меня проповедник пастор муж отец миша поменко привет миша очень-очень рад взаимно миш я очень много всего про тебя знаю потому что мы дружим не первый год я знаю что бог через тебя исцеляет воскрешать я знаю что у тебя пророческий дар я помню как ты пророчество на нашу семью и я вижу как это пророчество сегодня уже превращается в реальность и очень рада сегодня что ты поделишься со своей историей сегодня очень хочу услышать еще один раз как ты познакомился с богом хочу твою историю рассказать и показать всем так что спасибо еще раз что отдала свое время сегодня нам очень рад быть здесь спасибо что приняла и реально я рад что можем вместе пообщаться и верю что это будет полезно для многих людей я вырос в семье я родился в кишиневе молдавии в то время когда как сказать было гонение на церкви и вот наша церковь была как как стать underground подземная или как правильно сказать ты бы скрыто все было и я вырос в таком в такой атмосфере когда типа на христианство этом смеялись тебя в школе то она моя семья я третий ребенок из семеро большая семья и мой папа всегда был в служении он просто нас выращивал и и он нам показывал христианство не только говорил нам что я знаю многие пастыря дети они видят типа своего отца на сцене один а дома он как другой но все что я видел а это было как сказать дома даже мне даже такой вопрос многие заговорят как это у вас семеро детей пастыря дети и никто из вас не пошел в мир никто не брал наркотики никто не спал до брака у нас еще один брат слава богу будет держаться еще не женаты и никто в алкоголь не не падал в порнографии в эти все вещи и в шоке все как это пастырь и дети это обычно самые такие деньги обычно как это в семеро и все типа бога любят как это так и сила я просто знаешь как смывал вопрос и просто говорю от блага бога то просто не знаю не знал честно начал думать реально это очень интересный вопрос как это так и я приду пришел к такому выводу да я понял одно что я видел христианство дома я помню много раз папа приходит приходит домой после служения и просто чувство как себе себя все время церкви его у него на плечах и он приходит как он себя вел каждый день час минимум я думаю мы просыпались утром он уже на коленях с богом время проходит много раз было такое захожу к нему в комнату в спальню он просто лежит на полу и просто присутствие бога то плачет топ молится для для нас это было нормально что у нас отец не только на сцене или проповедует но он дома это реально было им и для меня я бы сказал что почему наша семья и мы держались в боге потому что мы видели реальность отношения что я я верю что самое главное в христианстве это отношения это не правило это не религия это не то что ты делаешь то не делаешь ты ходишь в церковь не ходишь читаешь бы это самое главное если ты имеешь отношения все остальное она будет я бы сказал к самый ключ для нас и что что я принял для своей семьи это если дети будут видеть реальность моего отношения с моим отцом с богом они будут это тоже это ценить либо сказал в нашей семье почти всяк каждый каждый человек получил сверхъестественное исцеление очень сильная у одной сестры бедро она родилась чуть но нет ни то было и на нога не про настояла просто если я сам слышал как она встала свое место другая сестра у нее колено и нога они не сходились тоже исцелез другой другой брат у него бородавки такие очень маленький просто сотни по рукам были просто и он один раз пришел домой говорит говорит по его просто плачет папа смеются постоянно по возле пошел на кухне взял или который мама это делает делает это иду говорит все взяли вокруг он просто налил этого и лея и во имя иисуса сами провозгласили он пошел спать утром проснулся и вообще все исчезло мы росли еще как дети видели реальные чудеса в нашей семье мы видели как демоны выходят из людей папа изгонял демонов до того как что-то было какие-то программы какие-то энкаунтеры до того это все что было мы уже это видели реально что люди реально получают освобождение я уже видел столько чудес с коляске выходили слепые видели глухие ноги вырастали я столько чудес уже видел что для меня я уже знаю что это кто это бог я знаю это его натура и он это хочет это делать сразу тоже очень много исцелений видела и где-то два года назад и я помню с одним пастором у нас дома мы обсуждали одну тему он рассказывал о том что он верит в то что исцеление бог уже дал всем людям исцеление она в воздухе и если человек не исцеляется это значит он не до конца верит или его родители не до конца верит или кто-то не до конца верит в исцеление человек не исцеляется умирает для меня эта теория показалась очень сомнительным я очень долго думала об этом и интересно было теперь с тобой это обсудить как ты думаешь почему некоторые не исцеляются очень классный вопрос очень нужный вопрос и всегда есть такие вопросы которые они спрашиваются и нету нормального ответа всегда ли проблема в том что человек не верит достаточно я бы так сказал что первое надо знать это назвать натуру бога и надо знать что он говорит что он сделал что он закончил для нас он сделал а потом дальше идти и когда я смотрю в библии не было ни разу такой ситуации который человек хотел исцеления пришел к иисусу и искусству ему сказал нет это моя воля для тебя не было не было ни разу такой ситуации перевозка нечего тебе надо полгода поболеть и потом моя победа придет мы такого не видим нету такого библии в каждый человек который хотел приходил иисусу он это делал потом еще иисус говорит на кресте все совершилось 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 что совершилось библии написано что он победил грех а от детства и смерти до победил там написано что он простил все грехи и он исцелил все немощи и все болезни это уже он сделал сказал совершилось это слово совершилось греческом что интересно в их нем языке то что в русском нету то что в английском нету это у нас нет яс например было есть и будет три времени да а у них еще одно времени есть который время такое что оно сделано и больше не надо чтобы он опять делалось ему не надо опять это делать на что уже оно сделано все все мы же прости перебила все же мы в итоге умираем от немощи будь это в старости или так сказал ну как люди умирают у кого-то сердце остановилось мой дедушка ему было не помню не хочу обмануть наверное 70 чем-то или 80 не помню сколько ему лет он на велосипеде катался две мили это не знаю сколько за километра на три с половиной почти колы километра до полностью здоровы пошел спать ночью бабушка просыпается его нету не немощи никакой не было проблемы он не болел ничем бабушка моя то же самое она прожила 97 лет две войны пережила ее первый муж умер в войне и и эти две дочки которые у нее были от первого мужа они умерли от болезни столько она пережила потом она женилась на моем дедушке и она много перед 97 лет кстати это очень сильная история она рассказывала историю что мы еще жили в молдавии и она в больницу не помню что случилось она пошла в больницу и она короче умерла больницы она гаиша она видел она как вышла из себя и она видела свое тело как лежит и вдруг она не она такой говорит и вдруг я оказалась я проснулась в теле и уже 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 не было ничего уже все уже хотели они морг что пришел чтобы уже забрать ее ну а что интересно мой папа в это время начал молиться за нее она не знала этого не видела это и в это время у нас что просто провозгашать жизнь от ее жизнь на ты над ей и она реально воскресилась и потом она жила и она уже старая говорить что я уже готова бога брюк бабушка если тебя бог уже воскресил ты уже ты уже до твоего времени не пойдешь никуда и она реально она умера 97 лет никакой немощи никакой болезни она ушла во сне она заснула моя мама там у меня сидела 97 лет она сон посреди дня все хорошо никакие у нее ничего нету ничего ну конечно старенькая ничего такого не не только больного и она просто заснула и по и ушла вечность так что сказать что все от этого умирать и это это не правда же я знаю в своей семье я вижу есть те которые конечно умирать болезни я скажу но я откуда свою беру свою теологию не от моей практики а от то что там написано если люди которые строят теологию теологию а то что на опыте на опыте и это очень-очень опасно есть целые динаминации которые построены просто человек прошел что-то и не про и не прошел так как он думал мы не знаем почему иногда про что происходит почему-то она происходит ну короче это мы живем в такой атмосфере х христиане и у нас такая как оттяжение можно сказать и то что бог нам дал ну на нам надо понять как принимать то что он нам дал то есть если кто-то не исцеляется значит он не знал как принимать я бы не сказал что это типа я не верил или он не верил или почему это есть такая история принесли к иисусу мальчика и он был где с рождения он был слепой и не спрашивают его ученики почему почему это его родители это он потому что они в то время еще не такая была вера что если ты плохо живешь в следующей жизни приходишь и типа какие-то проблемы это его грех с прошлой жизни у нас как вы корешенки на как по-русски это реконация да и короче спашу иисус почему 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 ну что интересно много раз иисус не не дает нам ответ на почему но он всегда давал ответ на что он не всегда говорит почему так произошло мой отец например я видел как он умер мы может быть на эту тему то тоже говорю я видел мы молились мы сражались мы верили что он что он станет мы верить что бог его воскресит он он не пришел обратно в эту жизнь он он она упала со со второго этажа к круче мы там струй сделали стройку упал и мы из риа сражались мы верили мы провозглашали мы в 6 дней сидели там мы знали бог ты это сделаешь мы не видели ответ и теперь вопрос что почему 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 иногда когда мы много спрашиваем почему это это хуже делает нам чем круче ставит нас в хуже момент ну я понял одно откровение в этот момент когда когда сложном жизни у меня бы у нас было в моей жизни очень много сложных моментов в некоторых момент мы видели победу но на одно что я при всегда понял это откровение что я не спрашиваю почему если спрашиваю бог что теперь ты хочешь сделать так как они с этим сыном принесли иисус им не сказал почему но он сказал вот что я теперь могу моя слава может прийти я могу и он исцелился и я всегда люблю фокусирование то что почему нет а что ты хочешь сделать через это бога как ты хочешь это работа даже когда я молюсь за людей иногда я спрашиваю их ты хочешь ты веришь чтобы у тебя исцелить нет не верю чтобы тогда вообще молимся иисус сказал им я вам даю власть над всеми демонами над всеми болезнями над всеми немощами если иисус сказал над всеми демонами значит он ему уже дал власть над 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 того в демона если бы он сказал потом они не я сказал все демоны но я имел ввиду не все демоны это уже иисус бы где где истина здесь или здесь а ты допускаешь мысль о том что бог дал каждому человеку количество дней на этой земле и как только приближается конец количество дней человек умирает умирает возможно через болезнь через катастрофы так далее может быть некоторые люди не исцеляются умирает потому что просто их время пришло я я думаю это есть в этом реальность но в то же самое время даже если время пришло я вся так любим улица господь они уйдут в твое время но болезнь и мне скажет когда это время будет потому что ты победил уже болезнь твой папа умер теперь как тебе жить и винить себя в неверии в течение всей твоей жизни это очень интересный вопрос я конечно не буду это делать номер один потому что я не имею всю мудрость еще я понимаю что я раз расту в откровении я знаю что боксер на хороший боксер но он благ благой бог и я не понимаю почему так произошло я не буду себя винить не буду бога винить не буду его винить но есть разные моменты почему так произошло не знаю но я верю то что может быть это и пришло его время но я не верю что этот эта ситуация должна была принести это но то что я верю что смотри может быть бог нашим у нас есть свободная воля правда если у меня есть свободная воля почему мы думаем бог забирает нашу свободную волю когда наше тело умирает дух еще живой душа еще живая почему мы думаем он забирает нашу свободную волю может быть не было еще время может быть бог бог ему дал вопрос ты хочешь обвинуться или нет игры слушай я уже видел это чудеса зачем мне туда идти я сделал то что я должен был сделать мои дети они служат тебе они в служении они знаешь может быть и не знаю и это тоже я прикидываю может быть не было такого а может быть бог реально ему человек который умирать может быть реально бог дает ему этот шанс хочешь ли вернуться или нет знаешь не знаю не знаю но я я знаю одно что я не буду фокусировать на то что я не знаю но я всегда буду смотреть то что он говорит меня я буду верить то что в библии я вижу те чудеса которые я раньше не видел я видел реально как дети умирали внутри родителей и мы молились и они воскрешали я видел моя дочка я могу сейчас рассказать эту историю моя дочка умерла прямо там на столе в госпитале и доктор подошел к нам и говорит больше ничего я не могу сделать попрощайтесь с ней когда ты слышишь такие моменты она меняет тебя она и ты знаешь в этот момент что мне делать и в тот момент что я начал делать я просто свою руку протянул к ней и начал просто провозгаривать 10 секунд помолился но я знал какой наш бог я знаю у меня есть история папа воскресил мою бабушку у меня есть истории мы видели мы видели как бы боги средал мы видели чудеса и и не только эти истории но я знаю натуру бога что ее время не пришло она еще ничего не сделала я знаю еще время время ее не пришло не пришло чтоб чтоб уйти из этой земли я знаю что боги призвал для для великих вещей и мы реально в тот момент я начал молиться в то время моя жена она много крови потеряла она там вообще было без сознания я думаю при первое то что я подумал то как я скажу своей жене что мы потеряли наш нашу первого ребенка и в тот момент сказал нет я ей это не скажу потому что мы ведь мы верим и в тот момент начал провозглашать 10 секунд может 15 максимум по нашу провозглашать во имя иисуса органы активируйте что в тот момент у нее ни один орган не функционировал сердце не билось все она была синяя фиолетовая полностью безжизненная они все это поставили на него эти все машинки в нос это трубки кучи полностью долго они пробовали ее воскрешать воскрешать провалит на сердце короче все пробовали и ничего не было потом я все снимать и дата ко мне как раз подходит и говорит слушай все мы ничего не можем сделать мы потеряли ее типа попрощайся с ней я начал просто реально 10-15 секунд прошел провозглашать его бог ты его the right direction in the life ты воскресение и жизнь ты победил смерть и теперь мы имеем эту победу и мы говорим смерти уходи просто реально помолился то что было у меня в духе этот момент и вдруг уже все уже доктора уже по уходили там один одна медсестра короче там убирала все и и вдруг мы слышим такой такой звук и цвет начинать как на ее коже мы видим типа уже уже не фиолетовая не синие уже как цвет его при приходит и вдруг на потихоньку назад дышать медсестра на в шок залезла то такая выбегает с комнаты в игре от кома начать кричать здесь движение какое-то что не помню что она крикнула они забегают они забегают короче начинает опять все ставит на нее и горсушек вы первый раз не смогли даю богу же это сделать включение 5 поставили маски то 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 и и что интересно потом в коридоре это медсестра который помогала с родами она 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 разговаривает с мариной моя к модерна тетя моя и она говорится я говорю что я работаю здесь уже очень много лет и когда мы потеряли ребенка мы знаем мы потеряли мы ее потеряли я не знаю как она сейчас живая она и она просто в слезах в коридоре говорит моим моей тещи и и и мы просто знаем что это реально это реально чудо и мы это видим я это вижу постоянно за всех которые мы это видим нет но я знаю что бог нам дал победу и не знаю в чем где причина иногда что мы не видим но я уже до столько утвержден в своей теологии можно сказать а в то что я вижу в библии то что я вижу через натур иисуса и он нам показал как жить как сын полный духом святым он нам показал это и мы это мы это видим что очень сильно во первых я так рада за арию я ее так сильно люблю я так рада что она жива она такая талантливая веселая добрая заботливая это просто подарок от бога правда и во вторых что я хотела сказать очень интересно что ты сказал что ты вспомнил как твой отец исцелял ты вспомнил все чудеса и это так сильно что ты не сфокусировался в этот момент на то что твой папа ушел а сфокусировался на том что были случаи когда люди исцелялись то есть этого фокус удержал на правильные примеры ты могут просто сдаваться вспомнив что вот мой папа умер дочь умер как же все плохо какой бог плохой все уйду от бога и потерять дочь но ты сделал наоборот ты вспомнил все чудеса которые бог сделал и из-за этого именно бог сделал еще одно чудо это очень сильно и наверное тут и ключ как продолжить жизнь после смерти близкого человека просто продолжать верить фокусируясь на том что бог уже сделал в жизни почему мы потеряли близких людей мы не можем найти ответы но у нас есть ответ как продолжить жить дальше это очень сильно я его сказал для меня ключ не думать постоянно а если бы если бы я это сделал если бы это сделал если бы мы можем просто с ума сойти и думать а если бы я был бы помогу папе если бы то если бы поверил больше если бы помолился правильная молитва или правильный стих сказал то время и нельзя так думать потому что мы теперь ставим ответить на себя ну мы должны понять что мы не видим всю картину и для меня если я не вижу победу который иисус меня обещал я не и не ставлю что о иисус плохой заши не сделаю то что о бога это значит делать все моя теперь я буду верить что теперь я буду думать что бог так как хочет бог дал бог забрал бог сделал доказать типа что он хочет он будет делать ну и я не верю в том что я знаю бог дал нам партнерство с собой есть то что бог хочет его волю на земле но на не делается даже он хочет ее но она не делается на земле не потому что он ее не хочет потому что мы не соглашаемся как партнеры с ним это не он здесь ну он он с нами мы вместе имеем это партнерство и мы с ним и мы вместе можем видеть победу что вот почему я не фокусирую на то что плохо было но я вижу где те победы которые были этот характер бога который я знаю эту эту благость бога который я знаю и я как ты говоришь я начинаю фокусировать на это это очень очень важно для меня ты знаешь в этом случае бог стиле варю но я знаю еще одну историю из твоего позволения давай затронем еще эту историю знаю что вы потеряли все-таки одного ребенка можешь рассказать эту историю короче ария родилась я забеременели я помню было на поездки и во флориде я там служил и она мне звонит и порта в слезах и она говорит что я пришла на и как они проверяют нам и мы как раз девять недель были беременны уже и это эти проверяли они уже сердце должно биться все же со и и доктор говорит о чем они не могли сердце они не нашли чтоб сердце билась и на мне плачет и говорит доктор спрашивает что мы хотим делать как мы будем типа вытягивать этого ребенка и что прошло как бы и она просто плачет я как раз служу в другом штате вообще с калифорнии во флориду этом 5-6 часов налететь и она мне говорит я говорю слушай мы верим что боги стреляет да мы верим богу разрешает да мы это видели в нашей дочке да мы это видели в разных ситуациях да давай мы давай 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 будем давай пока ничего книг решений принимай давай я щас плечу домой через несколько дней и потом через неделю мы придем назад я не проверят опять и мы короче эту неделю слушать дальше не прилетел в этот же день обратно но и не прилетел а как истер приняла я сказал хочешь я сейчас сяду нет закончу я верю что бог хочет там что-то сделать с тобой через тебя и и короче она ободрилась чтобы мы будем верить и мы реально неделю сражались молились потом я приехал домой через пару дней мы молились мы вместе поехали на другую поездку в другой город мы вместе служили и там она и она ночью у меня спрашивает ну может нормально все будет я говорю господь нам дал вот это обещание дал это обещание дал обещание мы стояли евреи мы видели это уже это будет то мы приходим к доктору через семь дней я полностью полный вере что сейчас они проверят все будет хорошо они проверяют и не то что сердце не бьется уже уже десятая неделя не тут нет не то что они не могут даже найти сеть сердце без но уже тело начинает как сказать ну короче она его типа ломает это все и выше выше выкидывать или как правильно объяснить это по-русски но поняла и уже видно что то что было он его размеру нужно наполовину и он уже видно что он уже как будто умирала все и коры конечно мы когда это увидели для нас это был шок и мы просто поняли что он это это произошло и мы потом сели в машину и я просто не знаю просто плакать и я еду и еду истер плачет я плачу и конечно это сложно для меня потому что мы реально верили что это это наш ребенок и что интересно мне даже были пророчества а мой друг который я год с ними не разговаривал он не звонит и мы друг гуляем где-то в каком-то городе другом и звонит слушай мне бог просто показал что у вас пророк в вашу вы беременны сыном игру бро мы вообще не беременны и я не знал но мы уже не мы же месяц беременны были в то время и мы это не знали у вас сын и он будет пророк я такой и потом я никогда это все бог ты мне отдал сына думал ты меня про меня уже даже против человека тоже не знал я даже не знаю что я беременны в то время мы еще не знали потом мы только через неделю поняли слушай мы беременны и вообще как это знал и потом звоню моему другу уже ты реально пророк что ты узнал что у нас у нас реально ребенок не знали что сын или нет еще ну ну это типа круто короче мы молимся по неделя проходит мы идем это происходит мы плачем едем домой конечно всегда нужно это время как сказать как это мы люди мы имеем душу верим скорби это очень очень важно и очень нужно и мы реально просто там в это время плачем в столько вопросов мы приехали домой я я смотрю уже не в глаза и говорю мы верим чтобы хороший доверим мы верим что бог исцеляет да мы верим мы верим что это не его воля да мы верим потому что бог не пришел чтоб убить это враг пришел убить он пришел чтобы дать жизнь это в него натуре и мы спрашиваем это а друг друга мы говорим мы верим чтобы хорошим и верим чтобы у нас любит мы реально просто проплакали с обнялись и просто и мы так как бы эмоционально и физически кого-то устали мы просто заснули прямо в середине дня просто заснули проснулись и как будто полностью исцеление получили просто мы знали потому что мы не начали там скорбить мы знали что мы с бог мы не понимаем почему так произошло что интересно потом мы забеременели через три месяца и наша вена которая вторая называется rainbow baby типа радуга ребенок радуги не закона в америке нас называет что типа она родилась на тот в то время в ту же неделю как мы поняли что наш другой умер и так вот а бог сказал я с вами и и на и потом есть такой вопрос а видишь если он родился не было у нас было вверх у нас вишка вена она нужна нам но тоже вопрос такой нельзя так думать что бог превращает все к благу все что он делал до этого времени потом он все превращает к благу если мы знаем если мы верим кто он мы не сомневаемся в нем даже когда у нас проблемы даже когда у нас сложности даже когда мы видим реально смерть мы видим мы проиграли можно сказать тот момент почему не знаю я не хочу думать почему я хочу знать что бог ты хороший из-за этого мы потом вену получили сейчас у меня первый сын родился уже месяц на вот он мой мой кстати мы его назвали имя пророка михей майка на английский классно звучит совершенно не испугались забеременеть третий раз после потери почему мне почему мы не но просто почему спрашиваю то что три месяца это маленький срок в принципе чтобы обновиться и забеременеть еще раз но не говорят где-то надо три месяца чтоб тело типа промыло все на я не протела а про мысли в этот момент мы реально когда проснулись мы как получили оба мы горы мы знаем господь кто ты есть и мы просто как решили этот вопрос в духе в душе и в теле и если не боялась наоборот она говорит я готова и она она реально пережила это все боль эту всю а потом это исцеление все и эти все процессы они очень важны проходить всем нам нам такого возможно только в боге мне кажется что по другому никак это не пережить сейчас я только проведал в этой средней школе они мне позвали там как раз у них один студент умер умер в машине в аварии умер там сгорело все короче там очень-очень такая история и он ему на 12 лет 11 лет маленький такой знаешь и это и короче они меня пригласили чтобы короче поговорить с студентами это вообще бог что так сделал что у меня я рассказал что слушаем бывает такое в жизни и просто начал их говорить только не который было для меня мы не знаем почему иногда происходит но мы все равно знаем что бог хороший что бог пришел дать нам жизнь что бог хочет победу в нашей жизни я просто начал провозглашать это что я видел у меня мой лучший друг он был как у нас без мен типа лучший друг на свадьбе моей я помню он же за месяц умер за месяц он короче лучший друг мой стивен и я получил один новость что он умер реально в мотоцикле просто короче не буду искать всю эту историю но я это пережил мой лучший друг все уже через месяц он будет стоять как моим лучшим другом возле возле меня и для меня это очень сильно сильной боли и легко попадать в такие моменты бог почему бог ты может быть не недобрый может быть не твоя воля чтобы люди жили может быть и мы начинаем такие вопросы ставить и которые они вообще мы не видим это библии что я не смотрю через мою ситуацию на библию я смотрю через библию на мою ситуацию если моя ситуация она не не становится на уровень библии и никогда не ставлю уровень бедни никогда не унижаю уровень библии на уровень опыта опыта моего и всегда мой опыт будет подниматься на уровень то что я вижу, я вижу в Писании. Слушай, ну получается, чтобы сохранить веру, нужно постоянно бороться за это. 100%. Слушай твои все истории и понимаешь, что ты звучит так, как вы, что ты ни разу не сомневался в Боге. Как на самом деле. Я сомневался много раз и сомневаюсь иногда. Что я делаю? Вот вопрос. Сомнения всегда будут приходить. Почему? Потому что мы дух, мы душа, и мы тело. Душа что? Душа понимает атмосферу реальности, но то же самое, когда мы в Боге, она понимает этот мир. Ну, сомнение это что? Это когда мы видим факты. Факты это реальность. Ну, я всегда так говорю, что истина она выше фактов. Потому что, почему? Факты всегда меняются. Например, смотрим на науку, мы смотрим COVID, да? Идет больше информации, факты меняются. О, уже так, а уже так. А факты всегда меняются. Но истина, в Библии написано, что Иисус есть, что? Путь истины и жизни. И Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Истина не меняется. Так что, факты мои всегда будут меняться. Если я буду видеть факты, как выше, чем истина, я буду видеть результат фактов в моей жизни. Если я ставлю истину выше фактов, еще пример. Моя дочка Вена, вторая, она проснулась один день, и игралась, и все тело, просто как будто эти раши, как по-русски. Прыщи? Прыщи, наверное, не знаю. И там даже такие, как пузыри даже начинались. И чесалось все тело. И мы думаем, что это такое, откуда вы? И начали звонить докторам, вкручу, 3-4 разных доктора, все сказали то же самое, у нее какая-то аллергия от чего-то. Или вы что-то принесли в дом, или какой-то ковер, или какой-то химикат, или что-то. Что-то вы принесли в дом, и ее телу это не нравится. Так что, в следующий второй день мы ищем, что это, где это, как это. Не понимаем, что это. Потом, это был второй день, третий день, не помню. Короче, мы начали делать такой эксперимент. Ставим ее в каждую комнату на полчаса, смотреть, какой у нее результат. В одной комнате нормально ничего нету, на улице ничего нету. Потом мы поняли, когда мы ее, там где кухня наша и зал, где-то сходится, она там начала играться, и там за 5 минут все, все тело 5, покрылось этим всем. И мы поняли, где это. Но мы, короче, не могли найти, не могли даже придумать, что это вообще происходит, откуда это. И тот вечер, что мы сделали, положили ее спать, и мы взяли виноградный сок и взяли крекеры. Крекеры, да? Да, печеньки. Да. И, короче, я говорю, слушай, своей жене, мы верим, что Бог исцеляет? Да. Я говорю, слушай, я уже устал искать, откуда у нее это аллергия? От чего она приходит? Я не хочу даже, я уже не говорю, не хочу даже знать, что это, потому что я не хочу, чтобы она всю жизнь свою потом думала, о, мне надо от этого подальше. Давай просто раз и навсегда решим этот вопрос. я взял это, я говорю, эта чашка, это символ крови Иисуса, который он нам дал через свою кровь, он нам дал оправдание, он нам дал прощение, он нам дал новую жизнь. И это печенька, это символ, то, что он сделал на кресте, его тело было ломимое, оно было избито, открыто, и кровь текла через это тело. И мы вот почему даже ломаем этот хлеб, когда делаем причастие, когда делаем проломение, это символ, Иисус был поломанный, чтобы мы были целые. И мы это сделали, и мы говорим, мы понимаем факт, факт, что у нее аллергия. Факт, вот здесь, где-то в этом районе, в этом моменте, она что-то, что-то здесь есть. Мы не знаем, что это, мы не понимаем, откуда оно, но оно есть. И какая-то у нее аллергия, это факт. Есть такие христиане, которые говорят, о, нет, 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 я не больной, я не больной, я не больной. Ты больной, и верю, у тебя нет, давай лучше брить таблетки, а то ты вообще будешь плохо, плохо будет тебе. Знаешь, и люди, которые, знаешь, я сильно духовный, я не верю фактам. Факты это реальности, но мы знаем, что факты, они меньше истины. Я сказал, мы понимаем факт, что у нее аллергия, что-то у нее не принимается, но я знаю истину, что Иисус дал нам победу над всеми болезнями. И я знаю, что это выше, чем этот факт. Так что мы начали, мы там поломали этот, и мы помолились, мы говорим, Господь, спасибо тебе за твой кровь, спасибо за твое тело. И мы принимаем, и мы провозглашаем то, что ты сделал на кресте, оно будет реально в ее жизни. Мы это сделали, поверили, помолились. Утром просыпаемся, я говорю, жене, я сейчас ее возьму, и мы сразу ее поведем на то место. И мы же, я говорю, я знаю, что она исцелена. Она говорит, давай. Я, короче, беру виву, она такая маленькая еще, ей годик еще. Только сейчас годик должен был исполниться. Беру ее, ставлю на поселение комнаты, ничего вообще. И с того времени никакой проблемы не было. И потому что, что, момент, я понимаю, что истина всегда выше факта. Если мы понимаем, что то, что он говорит, потому что его, как написано, его обещание, да, и аминь. Так написано в Библии? Его обещание всегда, всегда да и аминь. Аминь, это мы соглашаемся с реальностью небесной. Аминь. И вот да, и наш аминь, это когда соглашается, оно происходит, реальность. Так что, то, что мы видим, если мы видим истину, мы будем видеть истину. Если мы видим больше фактов, мы будем видеть реальность и факты в нашей жизни. Поговорили чуть-чуть о церкви. Знаешь, что хотела бы спросить? Наверное, этот вопрос поинтересует всем. Поскольку ты живешь в Америке, ходишь в церковь Америки и пастор в американской церкви, интересно, как вы справляетесь с ЛГБТ? Как мы справляемся с ЛГБТ? Ну, тут же законы такие, они не разрешают быть против. Ну, слава богу, сейчас еще в церкви еще нету такого, что типа еще не заставляют женить, например, слава богу. Ну, сейчас тоже постараюсь ставить себя в такой момент, потому что я делаю много свадеб. И людей, ну, я сам даже не всем делаю, не всем говорю да. У меня есть разные, короче, моменты, которые они должны пройти. Если проходят, тогда буду, буду сочетывать. Как мы это проходим? Я знаю одно, что бог умер за всех и я верю так, что тех, которые мы не любим, мы никогда не сможем их достичь. И я знаю, христианам очень легко смотреть на ихний грех и унизить, потому что, о, смотри, это, они всю культуру меняют, они все, это легко делать со стороны. А когда, я помню, я выросал, я был, как можно сказать, homophobic. Homophobic, да? Типа, очень против этого. И бог в одно время начал очень сильно со мной работать. И он говорит, знаешь, я этого человека люблю так же, как я тебя люблю. Я говорю, да нет, это невозможно. Он вообще, ты что? И бог начал в момент это полностью изменять. И я начал, я работал в одной карьере, ну, не карьере, но, короче, в одной индустрии. И там один человек, голубой, и мы начали как-то, он типа в нашей тусовке начал тусить, и мы начали как бы дружить. И для меня это сначала так сложно, что он такой открытый, такой очень голубой, знаешь, можно сказать. Очень голубой. И в тот момент, если правильно это сказать или нет. Ну, короче, мой русский язык неправильный иногда, так что вы прощайте. Можно сказать, тебе можно. Ну, короче, я просто почувствовал реально в сердце от бога, что люби его, так как я его любил. Покажи ему мою любовь. И реально я просто начал его принимать в нашу общину. Я начал просто смотреть его как на человека. Раненого человека, обиженного, не знаю, что у него вообще. Ну, просто. Я помню, один раз мы, группа там где-то 7 или 8 раз пошли, мы там тусили, где-то пошли, и потом многие начали домой ехать. Я был голодный. Я говорю, слушай, кто еще хочет, поехали в ресторан сейчас покушаем. И, короче, все ушли, и он остался один. Я пойду. Я говорю, ну, ладно, все, давай тогда, мы с тобой пойдем. Мы сидим там. И я только-только был приглашен, это я еще в университет ходил, приглашен через выходной пробведать на одном лагере молодежном. И мы там сидим, и я на них говорю, слушай, слушай, о чем я буду сейчас пробведывать? Я буду на лагере, я сейчас уже приготовил. Такой проповедник, будет круто. Он говорит, давай, я там рассказываю про Гедеона, то-то-то-то, типа, как я буду пробведывать. И он так слушает просто, и он потом останавливается и говорит, можно я тебе что-то скажу? Я говорю, говори, спасибо, что ты знаешь мою жизнь, и ты никогда меня не осуждал, и ты никогда меня не унижал, но ты всегда меня принимал как человека. Он говорит, ты первый христианин, который я это вижу. И он просто так косли слезы, спасибо, что ты меня не отвергал. И в тот момент я не знал, что делать, сейчас еда будет приходить, я говорю, слушай, я сейчас буду в туалет быстренько, мне надо руки помыть. Я пошел в туалет, начал просто молиться к Господе, я не знаю, что ему сказать. И я вижу, что он просто полностью уже открывает сердце своё ко мне. И он знает, что я христианин, он знает, какая моя позиция, но он видит то же самое, что я его никогда не отвергал. И это был такой сильный, такой, и, короче, я выхожу, и как будто Бог мне начал показать его. И я вижу, я говорю, слушай, какое твое отношение с твоим отцом? И Бог мне просто показывает, пророчески даже, даёт мне слово знания, что у него было в детстве. И он начинает плакать. И он говорит, слушай, это не то, что я один день встал и решил, всё, я буду гомиком и всему миру просто, пускай, знаешь, как объяснить, он говорит, не то, что я проснулся один день и решил, всё, это моя жизнь будет, только такая. Он говорит, я не знаю, почему я такое чувствую, я не знаю. И я начал говорить, я начал говорить его идентичность, кто он такой, как Бог его создал. И он реально, он сидит, он плачет. этот официант приходит, идут, всё хорошо здесь. Он говорит, да, да, всё хорошо, точно всё хорошо. Он там платит, я к нему, короче, такая ситуация. И реально, потом, я пригласил его в церковь, и я сказал своим друзьям, что, слушай, придёт такой, они его так приняли, короче, это целая история, как он в парковке сидел 45 минут, боялся в церковь зайти, и писал мне, что я в пробке застрел. А он в парковке боится, потому что он говорит, я знаю, как христиане меня ненавидят, почему я сейчас приду в то место, где меня будут ненавидеть. И он 45 минут в машине сидел, просто потный весь, думал, как я трясти почти, как я зайду. Я его умолял, давай приезжай, нормально, нормально, даже если я опоздал, нормально, нормально. Короче, он заходит, мои друзья очень круто его приняли, просто очень круто его приняли. Он, короче, показался, в церковь начал ходить. Еще одна у меня есть история. Прости, а вы не испугались, что он подумает, раз вы его так хорошо приняли, значит, принимайте его таким, как есть, и он просто начнет ходить в церковь таким, какой он? Почему? Я так не думал, потому что я начал делать, как сказать, операцию его сердцу. И он знал мою позицию. То есть во время дружбы ты говорил свою позицию? И он не хотел, он не хотел это. Он мне даже сказал, слушай, он говорит, сколько лет я пробовал, не иметь такие мышления. Сколько лет я пробовал с девочками, сколько раз, и просто у меня не получалось. Он сам хотел, но не мог. Он никому такое не говорил, но мне так открылся, потому что почему? Потому что я верю в одно, что того, которого мы не любим, мы никогда, мы не должны любить, никаких грех, конечно. Ну, человека мы должны любить. И начал, когда я ему говорить в его сердце, кто он такой, начал процесс. Процесс начал, когда через три месяца он покаялся, начал ходить, короче. Еще одна история. Я был один, как стоял один из этих друзей в свадьбе. У человека тоже, он жил, до покаяния жил голубым. Женился, я был его на свадьбе. Папа ее звонил мне, пожалуйста, не стой с ним на свадьбе. Мы не доверяем ему. Я говорю, я знаю его. Мы даже были румейтс, мы жили вместе в... В одной комнате? Ну, не в комнате одной, но в одном помещении вместе жили, как бы в одном доме во время колледжа. Он был одним из моих этих румейтс. И мы жили вместе. Я видел процесс, как он начал Бога любить, начал Богу служить. Я видел, как Бог полностью изменил. Ну, конечно, христиане такие традициональные. Не, если он был таким, он всегда будет таким. Типа, он женился, у них сейчас пять детей, он любит Бога, у них классная семья. Вообще круто. Так что, я понял одно. Я никогда не буду достигать тех, которые я не люблю. Очень легко смотреть на человека через его грех. Очень библейски смотреть на человека через того, как Бог его создал. А как ты дружил и говорил о своей позиции человеку? Я такой человек, что я открытый всегда. Но как ты говорил, чтобы не ранить его? Библия очень строго говорит об этом грехе. Как я говорю? Если честно, это было так давно, я не помню, какие слова я использовал. Если что, ну, в конце концов, я знаю, что он знал мою позицию, он знал, что христианин. Но я говорю, слушай, я тебя, как человека, всегда буду принимать, чтобы ты знал. Я не знаю, как тебя, разные христиане над тобой издевались, изгоняли бесов из тебя, то-то-то-то-то. Я говорю, я хочу тебя прочти, простение, как христианин, что они так издевались над тобой. Скажи, пожалуйста, что в итоге с парнем? Он оставил свое прежнее мышление? Я сказал, этот, который женился, полностью, конечно, оставил, и, конечно, потом он женился. Тот другой, о котором я говорил, он, мы, короче, еще год дружили, но он, да, реально, он, это был процесс, он где-то три месяца потом покаялся, и потом он просто был в этой атмосфере, и постепенно, постепенно, он уже полностью, когда он показывал, он полностью остановил это все, уже этим, но он еще боролся с этим, я знаю, потому что мы об этом говорили, мы годы еще дружили, потом он ехал в Нью-Йорк, там, начал учиться, и мы как-то потеряли связь с ним, но я знаю, этот процесс начался, и это, конечно, не было в этот момент, но он сначала бросил, да, все это, все эти поступки, как бы сказать, закончил это, и потом началось обновление разума. Ну, одно, что еще хочу добавить, это, что я начал вообще сейчас молиться, потому что я вижу, что в этом поколении я начал молиться, чтобы Бог изменял ДНК в людей, потому что сейчас то происходит, сейчас люди уже операции начнут делать, люди уже гормоны начнут принимать, люди уже, столько сейчас происходит, у нас сейчас вообще чудеса, которые сейчас должны происходить, они очень другие, чем те чудеса, которые были, потому что то не было, люди реально изменяют свою, как сказать, биологию, биологию меняют сейчас я реально начал в служениях реально молиться против этого потому что люди уже начать принимать всякие гормоны всякие это то то даже наркотики и начали молиться против того что бог изменил даже то что они приняли чтоб изменить свое тело чтоб изменить то и и реальным и я если честно я сейчас вижу многие люди пишут еще в италии был начали этом олице в этот момент начал просто ломать это все девочки пишут я уже годами уже такие мне мышление уже все это не еле вообще полностью как будто бог забрал даже это хотение к этому у меня и и реально не начинаю понимать что нам сейчас нужны следующего уровня чудеса если люди уже сейчас делают но я не боюсь я знаю богу все возможно я это уже начинаю видеть чтобы реально начинает изворачивать днк в человеке обратно в то как он сотворил человека как ты думаешь кстати я знаю ответ но хочу от тебя услышать в нем ну не в нем хорошо в гомосексуалистов бесы или это болезнь это я бы говорю и не болезни и не бесы и думаю могут без и могут быть как сказать influence они могут влиять и в конце концов если ты откроешь эту дверь конечно они это могут быть но я бы не сказал что это только только если ты без то же самое как mental disorders психологические болезни это надо демона изгонять не надо ему исцеление исцеление этого органа почему мы христиане если сердце болит мы говорим о надо вот медицина для сердца если почки болят вот медицина для почек а если орган этот мозг болит мы говорим о это без сразу почему у нас так это тоже орган если там что-то что-то не то даже наука сейчас доказывает что когда мы неправильно мыслим или toxic thoughts или плохие мысли мыслим у нас эти brain cells клетки они умирают а когда мы happy thoughts типа радостные мысли делаем тогда они и тогда они умножаются исцеляются можно сказать библия говорит что радостный ну наука уже до этого дошла уже говорится слушай надо хорошо позитивно думать а то потому что тебя развивается все а ты депрессии постоянно умирает у тебя все и это орган болеет иногда конечно есть на бесы я было такое чтобы лошки софрения я изгонял бесов казани в армении могу сказать очень серьезную историю не будет время на одна девочка был там без и но и для нее надо было не только изгнание долина было исцеление разума она полностью вдалась в то что она плохая она некрасивая она ненужная она уже пробовали самоубийство и она полностью отдал себя в этом в этот менталитет и и я знаю одно что когда мы начинаем менять мышление людей тогда бесы должны уходить потому что без и где они они в духе они духовные касать они они дух они в духовном мире живут но они в нашем духе не живут в нашем духе только может быть дух святой в нашем духе не могу не могут быть демоны демоны где они в душе всегда и они они в нашей менталитете они в наших мыслях они в нашем тут как-то мы думаем в тучу когда мы меняем так как мы думаем римлян 22 ты когда-нибудь разговаривал с бесом 100 процентов много раз я могу тебе столько история скажет одно рассказывай самое страшное я видел очень странные проявления и видел как левитация я видел как в стенку бросает демон человека видел и и хоть не хочу никого сейчас пугать но я видел реально ну что что интересно для меня это наоборот меня такого возбуждать уже я знаю что я уже я уже преодолел его вы никогда был в бразилии мы бы там молимся за людей это кстати баптистское было служение и не в этой они это не практикуют и вдруг там проявление на началось я там улюзу одного и там сбоку и там этот моё же пасы прибегать меня слушает не сюда помолись помолись и груша давать и уже молись мы в этом мы в это не верим уже ты поверил сразу да ну короче я прихожу к нему и это я я не был уже в бразилии много раз уже на 20 раз он рассказать и первый раз когда с этим начал встречаться я начал через переводчика из гранат беса кто я понял что я делаю демон меня понимает я могу просто на русском на английском на любому но я сначала переводчик и что-то думает что такой процесс непонятный потом я понял она вообще на лице не говорит я начинаю я за я его круче остановляю я сразу понял через ее проявление какое оно было что это было вот крафт кладовство да сказал что-то связано понял по ее проявление я понял сразу я их уставил как тебя зовут что я говорю что же у тебя было как колоссов жизни когда моя мама она была как человек который этим занимается и все понятно и слушали бог у тебя свободе ты хочешь туда до хочешь спасения она она приняла христа в этот момент приняла его кровь и она отреклась от этого и сразу я говорю что я буду сейчас на улице на английском без перевода ты просто смотри мне указали не переживай и мы этого не демона когда я хочу его избавить от него от него я просто начал глаза и говорю и я когда я когда смотрю на него для меня я просто говорю демон ты потерял свою власть и он и она такая вот так быстро к моему лицу такая маленькая девочка это вот так лицу я начну смеяться с него и говорит думаешь меня это это пугает и говорю я уже знаю что ты побежден и говорю иди прямо сейчас иди отсюда во и вышла она вздохнула я прихожу через год на это служение и реально она уже она прошла все классы она уже один из людей который помогать помогать людям там она уже как на курсе лидера уже становится там очень ее зовут камила классная короче я могу столько историй одна одна лично говорить от очень сильно она у нее был круче без демон смерти и демон обычно проявляется такой какой он есть и у нее был тоже она из индии ее мама или бабушка не помню кто она в какой-то религии сик не на как русский это перевести на какой-то очень такая странная индейская какая-то религия и короче а вдруг она она такая демон заходит на нее мы не можем что-то пробуем там изгнать изгнать за я только начинаю пастор мой это показывает как это делать типа учит нас как это делать и вдруг этот демон начал начал манифестировать или как проявляться и как дух смерти проявляется смертью она реально вы не сейчас не поверите меня она умерла она полностью упала без движения и уже холодно на нашу остановиться она лежит я не шучу паса говорит демон сми демон просто со мной играется оставил ее я думаю все сейчас на закроет в тюрьму сейчас церковь закроет все я такой и только на это нажим он пошел наша марица за другого изгнал другого человека началась как раз был такой момент и потом пришел назад к ней и говорит демон уходи типа отойди в сторону я хочу разговаривать с ней я назвал ее назвал ее имя сразу демон отходит это уже она лежит там не знаю сколько времени 20 минут 15 минут не знаю 20 30 не знаю долго там уже лежит и короче вдруг цвет приходит дышит и слушай у тебя у тебя дух смерти на тебе и он хочет тебя уничтожить представляешь короче я видел такие проявления и иногда ты хочешь просто полосанчивостью люди просто и сразу видишь что они уже так одержимы еще реально так больно аж больно но я понял одно что я никогда не хочу лезть туда куда человек не хочет освобождения потому что было такое я людей освобождал но мы знаем эту историю что они хоть они приходят еще хуже если человек же освобождение это легкая часть а сложная часть это изменить наше мышление и по-другому начать жить я это говорю и знание это мы сейчас делаем но ты готова изменять полностью свою жизнь оставить это так что это очень такая сильная сфера она одна мама она они из баптистов кстати и они не верят на языки говорит не верят про этих бесов ничего ничего потом сразу они начали это верить когда видели я являюсь который их не дочка до 17 лет все нормально потом ее делали диагнозис диагноз дали бай пола два типа бай пола биполярная да и еще шкисофрению ей добавили а потом поняли там вообще бесы до три года и и так короче начали уничтоживать это все эти все ситуации они мне короче меня звонят звонят мне говорят слушай приходи я хочу захожу в эту комнату и там три голоса демон и и бай пола и шкисофрения тот кто она думает кто на и из ее реальность что она есть я разговариваю с треми из тремя и тебя понять кто здесь кто какой здесь диамет какой здесь кто на кто она думает кто на из ни кто кто на реальная с и короче виды реально там выше полностью недал suicidal понимать крути яр очень вырос раскатать в своем своей всем понимании в в освобождении очень сильно так что мне сейчас по-другому чуть-чуть мышление об этом легче я кручен вообще полностью с демоном мне разговаривать не надо я просто запрещаем говорить и могу рассказать столько истории для тебя сейчас короче я их вообще запрещаю говорю я с тобой не хочу разговаривать я хочу разговаривать с человеком потому что если человек меня дает право значит демон уже нету права там быть где вы можете что-то рассказывать для меня это не интересно я просто ему сказал и все он должен ходить короче это прихожу потом это понимаю она начинает голос который она хочет быть типа она она сама комфортабельна с этим голосом типа в своей скрицефрении оттуда выговорить и она очень боялась говорить от того человека кто она реально есть почему там было очень много обиды там от отца у нее там парень который она дружила с ним он и пократи очень много ранено она была в конце концов там там вы короче работали с ней три дня в неделю там два месяца почти работали какая была работа не с демоном проблема была проблема была с ее мышлением и когда мы поставили ее в тот момент что она уже может комфорт комфортабельно себя чувствовать в себе не в своей кишки за фрине кто надумает где легче понятно это не было так что ты поехал он помолился она стелилась демона ушел и все то есть вы работали три месяца до в этом это ситуация по почему потому что у нее очень здесь все было испорчено с демоном работа это это не то это мне было проблемам демон он был там разрешен ей из-за того что она не жила в себе она жила в другой личности можно сказать и когда мы наконец-то уже она пришла в себя и начал прощать папе на сопрошать этим всем и начал проходить этот процесс исцеления в уме тогда уже было легко где он в секунду шел у него была такая сложная ситуация что на неё она купаться не хотела она уже месяц было просто она на себя как в туалет на себя ходила в постели свои ее так при ее привязали ее хотели вообще психушку сдать родители хотели с ней работать они приятно привязали ноги и руки к постели она там лежала голая и 1 было накрывать покрывалом я заходил там такая вонь мы говорим пожалуйста открывайте окна пожалуйста здесь то там такая просто ты не представишь себя просто и чувство не только что то в туалет человек пошел на пол но я чувствовал этот запах демона этот запах демонический это все вместе просто так было противно но я туда зашел к первый раз и просто начал сначала видеть кто она есть я начал плакать и я так рассердился на этого демона как ты можешь такой принцессы бога такой любимый бога так это короче все из измешать и при для меня было я бы я понял но я не могу помочь тому который я не люблю я начал просто смотреть на нее так и как иисус видит всегда когда я смотрю я работаю с демонами составе с этой сферой я смотрю на человека я вижу человека я с ним говорю и же был бразилии одна женщина в конце проходит на такая дергается там короче там были очень сильно сильнее очень много силации на хотел весь это то все испортить я видел это демон просто хотел свою свою атмосферу начать я говорю держите и сиди не двигайся мы закончили это все делать то ник не подхожу уже я понимаю этот мир очень сильно уже намного лучше я подошу потом к ней и я говорю как тебя зовут я вижу демона видишь демона видно в глазах когда демокова человек видно в глазах когда глаза вообще не то это это видно но демона что бить я так не видел его так можно сказать ну ты чувствуешь ты понимаешь что там происходит когда отца не работаешь и демон я начал разговаривать и вижу демон выходит я дни не они с тобой говорю как тебя зовут она говорит свое имя я говорю ты хочешь особо чем да когда ты хочешь что-то очень-очень важный вопрос даже когда из муриза исцеления когда ты хочешь исцеления через месяц через год на небе ну что я хочу соглашаться с твоей с твоей веры что да поверь и твоей да будет тебе я говорю когда ты хочешь сейчас в руки а демон разрешает человеку говорить да потому что ей я его и я его как сказать сбоку поставил я сейчас я говорю с ней всегда где мы манифестировали начал позвать его имя и он он прячется и короче я и я с ней говорю она говорит да я просто я даже не начал молиться и потому что знал победа здесь и такая атмосфера была очень сильно и просто поставил руку на голову я просто говорю мир я сказал я демону не разрешил проявляться что я видел иисус я видел несколько посланий что когда человек начал проявляться иисус быстро выгнал его чтобы люди не покрыли люди начали приходить и увидел что люди приходят из быстро выгнал демона и там два раза написано что и демон не могу не мог ему повредить я когда это увидел я понял этот момент что я могу запрещать манифестация демоническая и это наша делать знаешь такой такой есть момент что есть часть христиан которые вы точно уверены что демон христианина не зайдет потому что там где живет дух святой туда нет места демона это правда в духе а где демоны они не в духе они где в душе вот что должно всегда делать христианин чтобы демон ни в коем случае не приближался постоянно это эта фраза опять это меняет наше мышление преображаться чем с форма этого него проображаться как менять наше мышление новое творение может ли демон быть царем в христианине нет но он может иметь влияние в христианине что отдает дорогу демону как неправильное мышление обида непрощение боль все что не от бога мы на когда разрешаем эти моменты в нашу жизнь мы открываем двери мы же люди мы можем обижаться конечно мы обиделись и демон пришел мы должны не жить в этом в этой обиде тем больше мы живем в обиде мы раним себя и мы откроем это не значит что каждый человек который обижается может демона получить не демоны их их не так много и они очень стратегично должны работать они не могут все быть уже их их не хватает но дверь открывается для я бы сказал что иногда это даже не демона это просто наше мышление мы и мы открываем также можно загнаться в страх и подумать я обижена сейчас можно демона зайти но если ты в страхе живешь это соприкосновение дверь открытая но бог нам сказал что что его любовь что изгонять все страх если мы же живем в страхе это уже проблема почему вы должны знать что у меня есть победа бог не дал власть над всеми демонами он не дал власть на моим мышлением и когда начинает неправильное мышление я должен останавливать его белья написано что take every thought captive возьми каждое мышление как captive как в тюрьму его засунь знаешь к чему я бы хотела привести что получается христианство это каждодневная жизнь каждодневная жизнь каждодневное мышление не промывать даже божья стих а ты постоянно к нему прихожу и не могу римляне 12 12 12 то есть бог даже божья милость она обновляется каждый день и мы должны понять что да у нас есть спасение дамы христиане да у нас есть вера но это не значит что этим все закончено это значит что мы каждый день должны узнавать истину истину не факт а истина мы должны работать над собой да мы люди мы можем обижаться мы можем бояться страх чувства это все часть нашей части это нормально это чувствовать но мы не должны даваться этим чувством мы не должны жить в них а мы должны наоборот все отдавать перед поставить перед ногами бога и в этом и весь ключ христианской жизни это просто нам нужно приближаться к богу и тогда всякое зло убежит от нас сто процентов не то что она убежит она вниз она не имеет не сможет иметь влияние помнишь сатана три раза пошел к иисусу третий раз он пришел иисус ему ответил правильно по слову и сама говорит убежал от него дьявол имеет ноль процентов влияние в нашей жизни он только имеет то влияние который мы ему даем потому что бог нам дал все влияние влияние наше почему есть люди год а бог плохой почему потому что люди умирают от болезни от к вида от в африке умирают от всяких болезней все видишь бог не хороший бог и это мы не берем власть над этим миром он нам дал власть дьявол только имеет власть в том который мы ему отдаем он имеет 0 процента власть моей жизни он только иметь власть тех моментов которые открываю для него чтобы он зашел я читала книгу сила мыслей у джойса мэра и там очень интересный пример есть она говорила представьте девушку которая гуляет с двумя собаками представьте собаки тащит ее и она идет за ними а представьте она взяла поводок и потащила к себе собачек тогда они будут слушаться и и тогда она ведет собака не собаки и и также с мыслями ты должен поводок взять и все поводок твоих руках куда направишь туда и идут мысли мысли они будут в разные они фрагменты даже так что не все хорошее божье но все божие хорошие иногда то что мы думаем хорошо это божья воля мы думаем о это хорошо если так будет но я хочу даже не только не только даже своими мыслями не хочу через процессировать через его через его слова да через кто он есть хотела с тобой еще последний вопрос поднять я знаю что ты часто пророчествуешь и мне очень интересно что такое пророчество есть пророки есть люди которые могут пророчествовать это разное можно ли практиковаться в пророчестве или нужно практиковаться в общении с богом чтобы просто научиться слушать его голос что значит пророчествовать можно научиться пророчеству очень классный вопрос есть три разные сферы пророчества есть на что у нас есть три разные дара есть дар отца ясдар с цена ясдар духа святого мы знаем 9 дороги сюда виден дастом но есть три сферы даров дар отца дар сына и дар дух силу и Там даже говорится, что Павел ставит в три категории – Отца, Сына и Духа Святого. И потом он идет дальше и объясняет про Духа Святого. Ну, мы смотрим, Духа Святого мы знаем эти девять. Потом мы знаем, дары Сына – это что? Это пятигранное служение. Это дары Сына. Потому что Иисус имел все пять, но Он не дал все пять одному человеку, но Он дал, чтобы мы нуждались друг другу. Потому что это очень важно. И Он дал это служение. И потом есть последнее – это дар Отца. Это дар Отца, я бы сказал, что это даже, можно сказать, душевный дар. Тот дар, который ты рождаешься с Ним. И каждый человек рождается и имеет разные дары, разные призывания из-за своих даров. И Бог дает, как Отец, дает нам. Даже если мы не христиане, Он все равно нам дает. Есть разные дары. Есть музыка – дар. Правда, дар? Мы рождаемся с Ним. Есть математика – дар, которые некоторые просто рождаются, и они просто понимают это. Есть разные креативные, есть разные дары, которые мы рождены просто с ними. Это дары Отца. И очень важно понять, о чем мы говорим. Если я, дар Иисуса, это если я в пятиградном служении, есть люди, которые призваны как пророки. Но их главная роль, я бы сказать, даже не пророчествовать, они, конечно, пророчествуют, но их главная роль – это создавать атмосферу для тела Бога. Как пророчествовать? Он как будто атмосферу эту приносит. И Он высвобождает пророков. Это человек-пророк. Дар – это Он. Дар Духа Святого – это приходит свыше, написано. Так что есть тот, который в тебе, дар – это от Отца. Есть тот, который ты ешь, дар, как человек, пророк. И есть тот дар, который приходит на тебя. И они разные. Есть люди, которые, они не христиане, но они пророчествуют, потому что это дар от Отца. И они просто видят. Они смотрят на человека, и они могут просто читать человека. Что это? Это дар от Отца. И Бог дает, даже если человек не выбирает его, но все равно Бог, потому что он хороший отец, Он дает хорошие дары. Есть люди, которые используют это для, не к благу, а к плохо. Я знаю, люди сейчас, которые христиане, они очень круто пророчествуют, но когда они были до Христа, они тоже круто пророчествовали, но они делали это с плохим намерением, и они, наоборот, видели, ты такой, ты плохой. И они начали показывать, они видели то, что, они начали, наоборот, унижать человека. А мы знаем, что это должно поднимать человека. И потом есть третий, это дар Духа Святого. Это тот, который мы, тем больше мы имеем отношение с Богом, тем больше он приходит на нас. Мы не можем придумать, например, ой, я сейчас буду с Жазминой делать этот эфир, и надо меня кому-то пророчествовать. Я буду сейчас думать, окей, что я ему скажу? Это я уже придумываю что-то. А этот дар, эти дары делать, они приходят свыше, они просто, мы можем даже не думать, а просто, вау, пришла какая-то идея. Как начать пророчествовать? Ну, я бы сказал так, что эти дары, это как мышцы. Иногда надо просто практиковать, и я бы так сказал, что нормально промахнуться иногда. Почему? Есть дары исцеления, правда? Все исцеляются или не все? Не все. Что? Из-за того, что кто-то не исцелился, все, я не буду уже молиться? Слушай, а не страшно, если я приду к тебе, скажу, Бог тебе говорит так-то, так-то, так-то? Вот, где самая первая проблема. Номер один я учу, никогда не говори Бог, так говорит Господь, никогда так не говори. Ты только можешь, имеешь право это говорить, если ты читаешь Библию. Так говорит Господь. Иисус пошел и сказал им это. Я так говорю, никогда. Я всегда даже, когда мы учимся, я всегда говорю, я чувствую от Бога это. Потому что ты теперь понимаешь, что я думаю, я еще изучаю, как мой дух работает, я еще не понимаю полностью, но я чувствую вот это. Я когда сам начинал, я начал экспериментировать. Слушай, я чувствую это. Это правда или нет у тебя? Если нет, все, оставь просто. А я могу решить? Я хочу с сегодняшнего дня пророчествовать и начать практиковаться. Или мне надо понять, что у меня есть этот дар? Номер один, это высвобождается, когда пророк есть и у него есть дар и он, можно сказать, высвобождает этот дар через тебя. Если Бог тебя призвал к этому, тогда ты можешь. Апостол Павел это сделал. Он говорит, я призванный Богом. Кто за него молился? Никто. Петр не возлагал руки на него. Потому что он просто знал, кто он есть. Он знал, что он апостол. И это никто, его не было там рукоположения, там служители, они приезжали с разных стран. Он просто призвание было на нем. И он сказал, я знаю, кто я есть. И если ты призвана к этому, и ты реально, ну есть те, которые фейки, и знаешь, и говорят, ой, я пророк, ты вообще не пророк, ты просто сам себе деньги хочешь получить какие-то или что-то, знаешь. Я никогда не смогу принять от того, который я отвергаю. Смотри, один момент. Я был на одном служении, и один человек, который, видно, хотел в этой сфере развиваться, он меня не знает, я его не знаю. Но я просто понял по его молитве, как он на меня молится, что он просто новый христианин, и у него просто, как сказать, страсть по Боге. И он начал мне такую пророчествовать, и я мог бы легко сказать, слушай, остановись, что ты делаешь? Кто ты вообще такой? Ну, я почувствовал, что это реально, исходит правильное место из его сердца. Я просто разрешил ему. Я понимаю, что мне это принимать не надо, потому что это, некоторое, он вообще не то говорит. Вообще, то, что уже сейчас происходит, он говорит, будет такое, но это, короче. И я сижу, он за меня молится, я говорю, я говорю, Господь, помоги ему. Я говорю, я высвобождал его, чтобы дар работал. И потом в конце он заканчивал, и он так что-то сказал, и оно просто так меня тронуло, и я понял одно, я мог бы легко его отвергать сейчас, и он просто с хорошего момента, я так люблю учить, не говори, что так говорит Господь, вот что Бог говорит. Я всегда говорю, слушай, я чувствую, что это от Бога для тебя, и не знаю, и я потом спрашиваю в конце, ты чувствуешь, что это от Бога? Если нет, просто оставляй. Он говорит, поставь на полочку. Если что-то будет потом, круто, если не будет, все. Я не делаю решения, из-за того, что кто-то сказал. Например, ты говоришь, то пророчество, которое я вам дал, я даже не помню этот момент, но ты мне рассказываешь его, что это был такой момент, такое слово, сейчас ты видишь результат этого. Это не то, что ты в тот же день все закрыла, и все начало жить по то, что я сказал. Нет, оно как-то пришло, и ты видишь, о, вау, круто. Я даже вижу так, что пророчество, если ты функционируешь как пророк, это другое, чем дар пророчества, который каждый христианин может, я бы сказал, нужен иметь. Я бы сказал, что такое пророчество? Это видеть то, что Бог сделал в тебе. Я даже верю, что пророчество самый важный дар в это время, в это поколение. Почему? Потому что оно будет вызывать идентичность, который в людей. Например, я смотрю на тебя, я вижу, Бог так сильно тебя любит. Я вижу, я вижу, Бог так хочет тебя, знаешь, я начинаю говорить истину, то, что я знаю про Бога и как Он видит тебя. И это что делает? Это тебя ободряет, назидает, утешает. Вот эти слова, которые говорят, что такое пророчество. Оно тебя не унижает и не проклинает и не убивает. Потому что такого нет в пророчестве. Если оно это делает, вот почему в Библии написано, это же 12 глава и 14 глава, это о дарах. А 12-ая о любви. И он заканчивает 12 главу и говорит, я хочу вам показать еще лучше, даже, или выше уровень. Не только высвобождать, но высвобождать через любовь. Если ты не высвобождаешь через любовь, этот дар, он просто упадет и он, наоборот, может повредить. Я помню, я был на одном служении и мы начали молиться за одну девчонку, у нее была боль в спине. Можем, если ничего не происходит, молимся, ничего не происходит, молимся, ничего не происходит. И потом я вижу, Бог на ее самоцеление, у нее есть рейдж. Это рейдж, это, как перевести, это такой гнев, что ты такой, просто как бесишься. Не только ты злой, но ты такой, начинаешь такой, знаешь, я это вижу. Я спрашиваю, я могу легко сказать, ты вообще, кто ты такая? Ты вообще никому не, ты кричишь на людей, ты гнев имеешь, ты вообще, ты вообще никто. Дар был бы, но как я высвободил, было бы неправильно. Я бы мог убить этого человека в душе просто и все. Она бы ушла и никогда в церковь не может быть ни не пришла. Ну что, я увидел это и я в микрофон отославил и говорю, слушай, у тебя есть такая проблема, типа, ты бываешь злая, легко или то, и то, и то. Она говорит, да, есть. А вы хочешь освобождение? Она говорит, да. Я просто любовью подошел к ней и сказал, слушай, я вижу, что в тебе, но я хочу это сделать к назиданию, не то, чтобы ты упала. И я, короче, сказал ей, мы, короче, закрыли этот момент. Я говорю, выходи во имя Иисуса, ты не имеешь права здесь. И даже за спину не молились и сразу спина ушла боль. Иногда боли Бога могут быть, это даже не физическая, но это даже может быть духовная. Иногда есть такие, идешь к доктору, доктору, ничего нету, ничего нету, ничего нету. В этих моментах иногда бывает то, что это не физическая проблема, но это духовная проблема, у тебя какое-то непрощение, какая-то боль, что ты на себя взяла и тебя болит физически, но доктора говорит, ничего нету у тебя. Вроде бывает такое. Я видел в этих ситуациях, вот почему высвобождать пророчество через любовь номер один и никогда не говорить, так говорит Господь. Когда мне человек приходит, так говорит Господь, я говорю, это не Бог, потому что Бог так не говорит. Я сразу говорю, слушай, пожалуйста, но я пробую, смотря какой у них дух, если они приходят, типа такие, я крутой, я сразу, слушай, спасибо, не надо мне такое. Но в то же самое время я понял одно, что если я, как сказать, не принимаю, потому что я не понимаю, если я закрываю этого человека, я никогда не могу принять вообще ничего от него. Я знаю, я такой человек, я научился от этого, от моего пастора, никогда против другого плохого не говорить, особенно в публик, в публик, публично, публично, не говорить. Я этот момент понял в своей жизни и я лучше, когда люди говорят, а, как ты думаешь про это, а как ты, а этот служитель, а ты слышал про это. Я говорю, слушай, все падают, смотришь, все генералы, падают, имеют проблемы, имеют то, дай Бог, я буду учиться от этого, чем я буду смеяться над этим и дай, не дай Бог, чтобы это произошло потом со мной. Лучше я буду находить, слушай, а ты видел, как Бог действовал через него? А ты видел, когда он отдал себя Богу, как Бог круто с ним действовал? А ты видел, как это делал? Я на это, этого хочу учиться. И я больше такой человек, я хочу в таком мнении иметь, что видеть Бога в том человеке, чем видеть проблему в том человеке. Всегда легко видеть проблему и сказать, о, ты такой, такой, такой. А видишь, слушай, я знаю, Бог в тебе есть. И это дар, даже пророчество, пророческий дар, что видеть то, что Бог видит в человеке и вызывать это. Я думаю, это идеальный конец для нашего интервью. Спасибо тебе огромное. Мне, правда, было очень интересно. Я даже не следила за временем. Я не знаю, сколько мы болтали. Но мне кажется, после этого эфира будет очень много откровений. Спасибо. Мне, правда, было очень-очень приятно. И я очень благодарна тебе еще один раз, что ты отдал свое время, поделился со всем, что у тебя есть в сердце. Спасибо огромное. Да, спасибо, что приняла меня. Очень рада. Если что-то не то, просядь. Тут вопрос, кто кого принял. Потому что это больше ты меня принял, ты нашел студию. Спасибо также. Ты приехала в мой город. Как это тебе не помочь? Welcome to Los Angeles. Взаимную благодарность. Спасибо тебе огромное еще раз.